Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Сотрудников сферы ЖКХ поздравили с профессиональным праздником. Люблю, когда трудности, а ЖКХ это все время трудности, это все время что-то новое. В администрации Ленинского городского округа вручили паспорта юным жителям муниципалитета. С большой радостью и даже честью сегодня буду вручать вам этот документ гражданина Российской Федерации. Состоялась конференция Ленинского отделения Союза женщин Подмосковья. Очень приятно, что такая организация действительно есть, потому что вопросов очень много, действительно много, тем более в наше время. В Историко-культурном центре с профессиональным праздником поздравили сотрудников сферы ЖКХ. Лучшие специалисты и ветераны предприятий получили за свой труд заслуженные награды. О своей нелегкой работе хозяйственные люди муниципалитета рассказали нашему корреспонденту Галине Житковой. Терпеливые, внимательные, работящие сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства свой профессиональный праздник, как всегда, встречают в трудах и заботах. Весной проблем хватает, но на встречу с коллегами-ветеранами время всегда найдется. Лучшие специалисты отрасли получили награды Министерства ЖКХ Московской области, знаки главы Ленинского округа за личный вклад, почетные грамоты и благодарности Муниципального совета депутатов. Особо отметили личный вклад ветеранов жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудники ЖКХ, как правило, вспоминают, только когда плохо или что-то случилось, и в день сотрудников ЖКХ. Поэтому я желаю всем, чтобы нас вспоминали один раз в год, в день сотрудников ЖКХ, чтобы не было аварийной ситуации, не было проблем. Валентина Панфилова в профессии уже почти 20 лет. Рассказывает, что в коллективе много ветеранов и продвинутых молодых коллег, с которыми интересно работать. Люблю, когда трудности, а ЖКХ – это все время трудности, это все время что-то новое, все время надо менять, делать хорошо как-то жителям, населению, работать с населением. Ну, кому-то это тяжело, а мне это очень как бы нравится. За 15 лет работы в водоканале Владимир Фомин повидал немало аварий и чрезвычайных ситуаций. За свой труд награжден знаком главы за личный вклад в развитие округа. У нас большой спектр работы, обслуживаем КНС-ные станции, пробиваем засоры. Как вы думаете, вообще сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, они какие? Кто здесь должен работать? Какие люди? Работящие. Церемония награждения завершилась праздничным концертом. Для лучших специалистов своего дела выступили сольные исполнители, вокальные и хореографические коллективы. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. История человечества в числе прочего – это история стремления к комфорту. Желание сделать так, чтобы ничего не мешало работать, проводить время с семьей, самосовершенствоваться, совершать великие или не очень открытия. А потому труд тех, кто каждый день своей жизни посвящает тому, чтобы людям было тепло, уютно, чтобы из крана текла вода, а по проводам бежал ток, сложно переоценить. В далекие времена их бы называли богами. Но они люди, люди, которые просто делают свою работу, от которой в наших домах тепло и светло. Россия – страна северная. Даже в самых южных ее окраинах иногда идет снег. Что же говорить о наших местах? И именно те, кто борется со снежными завалами на дорогах и обледенением на крышах – настоящие герои наших широт. Стандартная уборка территории в ежедневном режиме, который наши сотрудники выполняют. Это более 40 единиц техники по Ленинскому округу поддерживают в нормативном состоянии объекты, переданные в оперативное управление и благоустройство. Как механизированная уборка, которую вы сейчас видите, так и ручная уборка происходит в ежедневном режиме. Более 500 сотрудников им благоустройства занимаются данной работой, чтобы жителям нашего округа было комфортно передвигаться и жить. Мало кто задумывается, откуда в кране и батареях берется вода. Это также стало естественным явлением в нашей жизни. Но за ним стоит огромный труд. И несмотря на то, что в наше время многое регулируется в автоматическом режиме, люди по-прежнему остаются главной составляющей этого процесса. Если у нас где-то 2000 жителей, и мы отвечаем за воду и тепло так же, потому что тепло без нас никак работать здесь не будет, ну, велика ответственность, наверное. Профессию Александра Костромина не назовешь романтической. Это ежедневная работа на благо людей, без всяких надуманных приукрашиваний и аллегорий. Это очень важная работа. Если мы с вами не будем выполнять эту работу, то мы просто потеряем свою природу, потеряем свой край. А это совершенно другой, но также очень важный фронт работ – ремонт в домах. Чтобы привести жилые постройки к современным стандартам, существует несколько программ, которые позволяют сделать жизнь людей комфортнее. В ЖКХ случайные люди не задерживаются. То есть, ну, костяк у нас с МУПа работает очень давно. Просто нужно уделять время жителям, с ними общаться. И вот это наш ключ. Сотни жителей Ленинского округа, трудящихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в минувший выходной отметили свой профессиональный праздник. Спасибо каждому. За свет и тепло в наших домах, за чистоту и уют на улицах и во дворах. Татьяна Брылова, Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Первые в своей жизни паспорта получили восемь юных жителей муниципалитета. Торжественное мероприятие прошло в здании администрации Ленинского городского округа. Без него невозможно поступить в институт, устроиться на работу, купить билет на поезд или самолет. Главный документ каждого гражданина – российский паспорт – обычно выдают в многофункциональном центре. Но некоторым юношам и девушкам выпала возможность получить его в здании администрации Ленинского городского округа. Я поздравляю вас, ребята. И с большой радостью и даже честью сегодня буду вручать вам этот документ гражданина Российской Федерации. Получение паспорта в 14 лет – не просто формальность. Теперь ребята при желании могут официально устроиться на легкую работу – открыть счет в банке. Но помимо прав появляются и обязанности. Отныне за свои действия перед государством подростки несут ответственность сами. Для Макара Фокина получение паспорта – большое событие в жизни. Молодой человек признается, что сегодня почувствовал себя взрослым. Готовился к этому, а так, когда расписывался уже в паспорте, было очень страшно, руки тряслись. – Долго придумала в пописи? – День. Где-то так. – Я думаю, что он какие-то там себе сделал отметки в голове, что надо быть взрослым уже. Детство заканчивается, становится такой период ответственный. Поэтому поздравляю себя с аналитикой. Еще школьники, но уже полноправные граждане страны. И с получением паспорта для них начинается новая жизнь, которую многие из них встретят вечером за праздничным чаепитием. Екатерина Коваренко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Во дворце культуры города Видное прошла конференция Ленинского отделения Союза женщин Подмосковья. На встречу подвели итоги работы организации за два года и обсудили новые задачи. Конференция местного отделения Союза женщин Подмосковья организована впервые. На встречу были приглашены участницы организации, представители администрации и советы депутатов Ленинского городского округа. Цель нашей пресс-конференции – именно довести до сознания общественности, что мы сделали, чего мы уже достигли. Ну и буквально пару только слов о том, что мы, возможно, сделаем. Ну и возможно, а уже даже о том мероприятии, которое мы, например, уже привели. Во-вторых, здесь очень много женщин, которые будут задействованы, которые сами организуют мероприятия. Заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская участвовала в создании сообщества. И сейчас старается как можно чаще посещать все мероприятия организации. Очень приятно, что такая организация действительно есть, потому что вопросов очень много. Действительно много, тем более в наше время. И приятно, что женщины находят в себе силы и даже желание помочь другим. У каждой участницы объединения свои задачи и зона ответственности. Юлия Панова – основательница психологической службы и женского центра «Поможем». Психологи, они не выпячивают свою помощь, свое отношение к этой жизни. Люди здесь просто тихо работают, делают свое дело. Во время встречи были подняты актуальные вопросы. В частности, возможность создания выездных центров поддержки жен мобилизованных. По совхозу Ленина и по развилке часто ко мне обращения поступают как раз от женщин мобилизованных. Лучше все-таки, ну, выездные можно организовать, но лучше все-таки не дома. Потому что и стены, и дети не должны все-таки слушать, когда женщина рассказывает о своих. То есть не должно быть каких-то это… Все должно быть экологично, но это вот такое возможно. Союз «Женщин Подмосковья» ведет работу по нескольким направлениям. Участницы организуют тематические мастер-классы, благотворительные акции, экскурсии, поездки в театр и на концерты. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В музей-заповеднике Горки Ленинске открылась новая выставка «Образ времени. Образ вождя». Эти картины советских художников экспонируются впервые. В числе гостей презентации оказалась и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Юлия Пагасьян. Эти картины – результат работы художников, которые никогда не видели вождя пролетариата, но с ранних лет были окружены его изображениями. В то время оттепель его образ Владимира Ленина выражался более свободным. Приближенным к жизни произошло отречение от устоявшегося стереотипа властности и тирании. Картины, созданные в 60-х, 80-х годах прошлого столетия, до сегодняшнего дня ни разу не выставлялись. При этом находились в фондах музея-заповедника Горки Ленинские. Для нас, наверное, это один из проектов, который нас уже немножечко готовит, в том числе и к памятной дате столетия смерти Владимира Ильича. И одно из интересных направлений нашей работы – это, собственно, исследование визуального кода 20-го века, визуальная культура 20-го века. И вот эта выставка тоже является одной из первых глав этого большого исследовательского проекта, который тоже получит продолжение в этом году. В экспозиции «Образ времени. Образ вождя» представлено 60 работ, выполненных в разных графических формах. Линогравюра, сереграфия, шелкография, афорт. Изображения Ленина представлены сразу в двух залах научно-культурного центра. Можно посмотреть, каким образом менялась иконографика вождя 70-80-е годы. Художники по-разному подходили к его образу. Это уже, с одной стороны, не Ленин 20-х годов, это не Ленин 30-х, 40-х, и это абсолютно не, вот знаете, такой советский штамп, там «Добрый дедушка Ленин». Это тоже не про это. Это про образ вождя и человека одновременно. Кураторы выставки отмечают, ознакомиться с экспозицией будет полезным не только советским людям. Ради общего развития и изучения истории государства посетить ее стоит и молодежи. Молодежи, наверное, это становится, скажем так, с одной стороны непонятно, а с другой стороны их привлекает, потому что это неизведанная для них как бы сторона. В этом, наверное, есть какой-то интерес, да. Ну а дальше я всегда говорю так, если, допустим, хорошо, если молодежь заинтересуется, значит это в дальнейшем, видимо, сподвинет их на то, чтобы узнать эту тему, да, и более глубоко с ней познакомиться. Вот в этом, мне кажется, есть смысл этой выставки. Открытие выставки вызвало большой ажиотаж. Первые посетители делятся впечатлениями от увиденного. Я первый раз на такой выставке. То есть я бывала на других, там я не считаю Третьяковку, там на Врубеле ездили. Здесь есть свои такие тонкости, есть какие-то определенные моменты по нанесению вот этой графики. В целом очень прям так масштабно, очень красиво, я вдохновилась. Экспозиция проработает до 14 мая, вход свободный. Юлия Погасьян, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видно этого. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.